Субтитры делал DimaTorzok 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 Здравствуйте, Татьяна. Здесь Светлана Занько и Дарья Топузеева ведущие программы и у нас в гостях Любовь Кондакова, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования нашего опорного вуза, а также директор дирекции зеленого хозяйства, самый главный человек в городе по озеленению Андрея Шихмин. Татьяна, мы с вами накануне общались и ваш опыт работы именно со строительными компаниями и управляющими компаниями показался крайне интересным. Расскажите, пожалуйста, про серьезный проект, который получил высокую оценку ваших коллег, как специалистов по озеленению, так инженеров и даже блогеров, такого как господин Варламов. Это проект Бабякова. Что это был за проект? Как вы реализовывали концепцию озеленения в этом проекте? Значит, я попала на проект Бабякова по конкурсу строительной организации. На самом деле, я не заняла первое место, но поскольку директора услышали, что я понимаю в растениях, сказали, что они могли бы попробовать с нами поработать. В конечном итоге весь этот проект был разработан мною и посажен в том числе, и постуход был тоже на мне. Концепция была в том, что проект разрабатывался в рамках концепции русского авангарда. И в озеленении решений проекта я постаралась это именно показать, использовать разнообразные окраски растений, формы, цвета для того, чтобы был контраст. Давайте мы обозначим, что это за микрорайон, какие дома в этом микрорайоне строились. Это жилой комплекс, планируется там около 30 гектаров, если не ошибаюсь. В первую очередь была на полтора гектара, три жилых дома, трех, пяти и четырех подъездные, по девять этажей. То есть это много квартир, много сотных дома? Внутри у нас свободная зона без автомобилей, парковки только по внешнему периметру. Почему было принято решение освободить внутреннюю зону? И под что она освобождалась? Ну, смотрите, мы решили, что мы хотим оставить двор полностью для жителей. Там очень много игровых площадок, зелени, мест для отдыха, возможности выйти даже на газон, на пикник. Очень уютно, совсем нет машин, не страшно туда детей выпустить. Зонирование вот таких территорий – это такой большой вопрос. Я даже не могу себе представить, как зонирование осуществляется сейчас в наших новых микрорайонах. К сожалению, сейчас нас опаздывает гость, который представляет одну из крупнейших строительных компаний. Но тем не менее, какие принципы применяются, когда зонируется внутренняя территория? Ведь нужно же учесть пожелания всех горожан. Там и детские площадки, там и пожилые люди. Вы говорите, что зона для пикников. Ну, как таковой зоны для пикников прямо-таки не разработана. Просто мы оставили места, где совсем нет игровых площадок, к примеру, детских. Но они с ними соседствуют. Есть детские площадки для совсем маленьких детей и для детей, кто постарше. Принципы выбора растений для организации этих зелёных зон каковы? Конечно же, чтобы они были нетравмоопасными, без колючек, максимально не ядовитые. И с другой стороны, чтобы было на них интересно посмотреть. Тогда какие это были растения? Ну, смотрите, мы много использовали цветущих спирей, клёнов разных форм и размеров. То есть у нас там есть и шарообразные клёны, краснолистные клёны, пестролистные клёны, берёзы, даже несколько пихт и даже ёлочки, несколько штук. А какого размера саженцы применяете в своих проектах? Мы постарались посадить уже взрослые растения. Там где-то больше 7-10 лет. Они крупные, некоторые больше 3-4 метров. С хорошим уже плотным штампом, чтобы было видно, что это уже прямо взрослое настоящее растение. Татьяна, такой момент вот по поводу растений, которые уже взрослые. Мы в одной из программ наших обсуждали, и представители управляющих компаний, организаций сказали, что для того, чтобы такие деревья высаживать, нужна какая-то специальная техника. То есть что это за техника, если у вас такой опыт есть? Это действительно настолько дорого, что нельзя себе это позволить? Или как это всё происходит? Ну, смотрите, вопрос такой. В питомниках взрослые деревья постепенно пересаживают из одной школы и школки в другой. Постепенно формируется довольно компактный корневой ком, который при выкопке из грунта теряет частично, конечно, свои корни, но остаётся примерно в том же коме, корень основной. Всё это укладывается мешковиной сначала. А если необходимо, то ещё и проволокой закутывается. И всё это может точно так же грузиться в автомобили, как обычные растения в тех же контейнерах. А потом это сажается, конечно, в хороший грунт, хорошо укрепляется и очень долго и упорно поливается с добавлением корневина, удобрений. И только в таком случае растения приживаются. Особая техника необходима только для очень крупных деревьев. Как на Тверской высаживали. Вот такие вот, да. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот вы посадили все эти деревья, дальше они требуют ухода и надзора. Есть какие-то гарантийные обязательства, да? Кто это всё осуществляет? У нас в организации была следующая схема. Мы сажали. И наша управляющая компания брала на себя обязательства за этими растениями ухаживать. Для этого в том числе я инициировала то, чтобы в управляющей компании была единица садовник. То есть это не дворник, который это поливает. Это специально обученный человек, у которого есть навыки и знания. И впоследствии за этим ухаживаются. Естественно, есть естественный процент выпада, так называемого, когда-то что-то пропадает. Но и при хорошем уходе он не больше 10-15 процентов. Лично у меня был именно такой. Когда мы с вами общались предварительно, вы говорили, что садовник, который управляющие компании берут, да, или инженер по озеленению берут в штат, он в том числе и управляет подсобными рабочими, дворниками и прочим. То есть как это осуществляется, это управление или взаимодействие? Ну, смотрите, дворники занимаются тем, что косят газоны, стригут рядовые посадки и там удаляют сорняки. Зачастую, конечно, они могут не понимать, что там культурное растение или нет. И садовник сначала показывает, что нужно убрать и как это нужно сделать. Находясь параллельно, занимаясь другими растениями, к примеру, формовкой, омолаживающими стрижками, наблюдая за дворниками, которые там занимаются зеленью в тот момент. Я сейчас просто понимаю, что в детстве мама у меня была садовником, а я дворником. Ты все срезала на корню. Но это у нас тоже сейчас осуществляется. Очень часто жители сами что-то подсаживают, а потом идет козьба, и все это скаживается под ноль. Скажите, много ли сейчас управляющих компаний берут в штат такую единицу, как садовник или инженер по озеленению? Воронежа. Надо сказать, что не очень много жилых комплексов, в которых это необходимо. Им застройщики очень жадные, они не хотят, как бы сказать, вкладывать в озеленение. Все, что максимум я вижу, это пассон, рядовые посадки и пару деревьев. Для этого очень много навыков не нужно. Поэтому все, что я сейчас вижу от наших строительных компаний, это садовника, которые берут на 15 гектар жилого комплекса. И ты не успеваешь что-либо прямо культурно и правильно приходить, потому что у тебя слишком много территории. Но вот в Бабяково хороший был очень опыт, потому что Варламов даже в 17-м году написал, что это лучшее жилье за те деньги, которые я видел в России. Весь комплекс рассматривался вместе, весь подход, в том числе, и озеленение. Правильно я понимаю? Да. И последний вопрос. А ваши коллеги-садовники откуда берутся в Воронеже? Это люди какой специализации? Ну, во-первых, это, конечно, выпускники наших двух университетов. Это сельскохозяйственная академия и лесотехнический университет. Они готовят специалистов. И лично я подбирала еще садовников, просто исходя из их опыта. Если они работали, к примеру, в больших организациях на заводах или где-то в торговых центрах, у которых большие территории с озеленением, то уже исходя из этого можно человека взять. Ну и в целом, скажите, пожалуйста, вот не в таких концептуальных районах, как вы описываете, а в целом в Воронеже власти, не знаю, что у вас, МУПы, Кагупы и так далее, кто занимается озеленением, они по каким принципам работают? По каким принципам они сейчас работают? Они берут по тендеру подрядчиков, которые обеспечивают уход, посадку, а управление экологией это все контролирует. Какие деревья высаживаются в Воронеже? Видите вы, что они высаживаются по всем правилам вас, удовлетворяющих как инженера по озеленению? Далеко не всегда. Все очень сильно зависит от места и района. Я, честно говоря, не могу вам сказать, как это определяется. Но вот у нас совсем недавно закончили проект «Озеленять советскую площадь». Проект делали москвичи, сажали местные наши подрядчики. Все очень неплохо. А если говорить о каких-то перифериях, каких-то там, не знаю, отбойных местах рядом с магистралями, то тощенькие рябинки или какие-нибудь липкие, которых очень легко поломать, и они даже могут сами под себя завалиться, потому что их никто не закрепил. Спасибо, Татьяна. Татьяна Винокур, Воронеж, инженер технодзора по благоустройству строительной компании «Инстеп». Мне сейчас написали, что Денис Леонидович Крутихин на приеме у губернатора. Возможно, как только освободится, он придет к нам уже во втором часе. Но посмотрите, коллеги, какая интересная история. Вот тоже первые ласточки, получается, это не массовое явление в Воронеже, но есть строительные компании, которые концептуально подходят к вот этой работе и даже берут штатную единицу. Как вам такая идея, нравится, Андрей Сергеевич? Ну, идея, я бы сказал, что неплохая. Я думаю, что ее надо развивать, надо прививать, и от этого будет определенный результат. Ну, и еще хотелось бы сказать, что, скорее всего, когда выделяются такие площади под застройку, изначально нужно уже органам местной власти этой архитектуре предусматривать места для благоустройства и формирования там скверов для данного жилого комплекса. Но обычно такие места как раз выделяются и формируются. И мы знаем, что в крупнейших наших районах, как в Чистых прудах, тоже был запланирован большой парк. Правда, очень-очень долго к этому шли. Я даже не знаю, он заложен сейчас или нет, этот парк. Это очень долго все. Нет, ну просто тут тоже одно дело, это территория какая-то общественная, то есть вот парки, скверы, а другое дело. Вот это вот я смотрю просто как раз, пока Татьяна говорила, я смотрела на пост Ильи Варламова, тут все с фотографиями, красочно. Микрорайон Лобякова. Да, вот этот микрорайон. То есть, по сути, это замкнутый микрорайон, и все вот это озеленение, это внутри этого микрорайона. Это не то, что какой-то общественный парк. То есть, это действительно вот территория, которой пользуются жильцы. И тут, наверное, это вопрос, как мне кажется, не столько городских властей, сколько действительно строительных компаний. Любовь Владимировна. Я хотела сказать, что очень большая проблема возникает вот именно транспорт. Особенно транспорт, который бывает вот на определенной площадке, и часто зеленое насаждение страдает от того, что эта территория, отведенная для озеленения, она используется под различные виды транспорта, идет уплотнение. Да, под парковки. И поэтому иногда посмотришь, даже вот в настоящее время и в нашем городе, частично эта территория щебнем засыпается для того, чтобы машины ставить, убирается зелень, а это все ведь, все население, оно должно дышать чистым воздухом. А зеленое насаждение – это единственное условие, что у нас воздух будет очищаться, что среда будет более благоприятная и будет более комфортно жить. Кроме того, что еще что транспорт, то транспорт может угрожать и тому, что здесь внутри, например, какого-то определенного территории, определенной территории детские площадки и так далее тоже могут страдать от наличия этого транспорта. Поэтому то, что планируются специально такие территории, где будет отсутствовать транспорт, там, где будут находиться детские площадки, я считаю, что это очень хорошо, и это будет как бы город будущего, потому что здесь будут учтены все условия и для жителей, и для подрастающего поколения, ну и комфортная среда. Посмотрите, какой интересный опыт, не зря мы Крутихина сюда приглашали в студию, о КССК с алыми парусами. Очень долго, да, очень много критики в отношении этого огромного дома, который, да, вот сейчас на стадии сдачи. Очень немного возмущенных обсуждений в интернете, что это за страшное сооружение, нет прогулочных зон, ничего нет. И потом бац, в прошлом году появляется огромный сквер, да, мы тут обсуждали как раз с Денисом Леонидовичем, на каких условиях он появился, но тем не менее он сейчас битком забит отдыхающими семьями и детьми, потому что разные площадки и разные формы озеленения, которые вот еще не видны, может быть, там, там, слишком, не слишком еще большие, но формы озеленения есть, и удалось сохранить какие-то большие зеленые там деревья, которые еще там, да, росли до того, как сквер организовался, еще в момент, когда там были корпуса больницы, которая находилась на этой территории. У нас есть Пермь на связи. У нас есть Пермь на связи. Михаил Борисов, региональный координатор федерального проекта «Городская среда». Михаил Александрович, добрый день. Добрый день. Михаил Александрович, очень интересен Ваш опыт в отношении организации различных мероприятий, типа «Рябинка-фест». Правильно я сказала? «Рябинка-фест»? Да, только не «Рябинка», а «Рябина-фест». «Рябина-фест» и другие в Перми. Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятия и как они разрабатываются? Да, у нас на территории Перми и Пайками в целом действует много довольно-таки акций, которые позволяют озеленить общественные и дворовые территории нашего города и края в целом. Уже вот начиная буквально как с весны и осенью у нас проводится акция «Подаим миллион деревьев к городу». И там бесплатно просто раздаются деревья, кедры, различные яблони, груши, цветущие, нецветущие. Всем, кто зарегистрировался и приходит получать. Таким образом, весной и осенью раздаем порядка 15-20 тысяч деревьев, если в небюджетных источниках. Плюс у нас ежегодно, вот уже второй год подряд, в сентябре месяце проходит фестиваль пермских дворов «Рябина-фест», где мы всем участникам правительственной программы по формированию комфортной городской среды даем деревья рябины. Вы сказали, Михаил Александрович, что вот в частности в весенний период, когда вы раздаете саженцы, я так понимаю, это весенний приют акция, да, о которой вы говорите «Миллион деревьев». Весеннее и осеннее. Весеннее и осеннее. Да, вот знаете, осенью и весной мы раздаем деревья по акции «Подаим миллион пыльками». Ага. Вот и в рамках «Рябина-фест», и вот этой весенней и осенней раздачи саженцы, которые вы раздаете, вы говорите, из небюджетных средств. Все верно. Фонд какой-то специальный создан? У нас, значит, смотрите, по «Рябина-фест» у нас это результат выигрышных грантов по различным номинациям, а по поводу весенних и осенних раздач, это просто благотворительная акция. Благотворительная акция. А гранты муниципальные «Рябины-фест» или они региональные или федеральные? Нет, гранты у нас идут муниципальные на «Рябина-фест». Муниципальные. А саженцы, которые вы раздаете, это саженцы из питомников? Да, конечно, это саженцы, которые на «Рябине-фест», это все идут из питомника, а которые весной и осенью, они у нас идут из питомников и по договоренности с литничством. Работа с питомниками, пожалуйста, расскажите, как организовано? Много ли их в окрестностях Перми? Сохранились ли они? Или вы где-то там закупаете в центральной России? Нет, смотрите, у нас ежегодно на территории города Перми засаживается из бюджетных источников порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. Мы стараемся полностью это обеспечить из фонда местных наших питомников. В прошлом году мы засаживали общественные территории кленами канавскими и в этом году еще только приступили к озеленению и также продолжаются посадки брутой осенью. Сажаете ли вы крупномеры или достаточно саженцы до 50-70 сантиметров предоставить? Нет, вот смотрите, вот которые по акции идут, они где-то в размерах 50-70 сантиметров. А вот когда мы сажаем общественные территории, то здесь мы уже подразумеваем посадкой где-то метра-полутора растения. Учитываются ли деревья, которые вы сажаете в муниципалитете? Обязательно. У нас есть проезды всех деревьев, которые сажаются у нас из бюджетного источника. И, соответственно, эти все деревья берутся у нас на контроль. У них есть гарантийный срок в течение 12 месяцев. Причем у нас каким образом это все действует? Если раньше было, что при каких-либо раскопках, там, аварийных, неаварийных, подрядчики сами производили посадки компенсационные, то сейчас нет. Сейчас они перечисляют денежные средства. И мы, соответственно, как бы это по 44-му ФРЗ определяем подрядчика, который будет выполнять эти работы. И он, соответственно, производит посадку и осуществляет содержание гарантийной замены в случае каких-либо комиссионных определенных гарантий. Содержание – это очень интересный момент. И дальнейший уход за вот этими деревьями. Известно ли вам, как на самом деле этот уход осуществляется? Там, кронирование, обрезка, формирование кроны, там, вот эти вот растяжки, которые вертикализируют деревья. Это все у вас в Перми применяется или по старинке? Да, это все применяется. Уже во время посадки у нас не просто так, как, знаете, раньше было. Яму выкопали, посадили туда дерево. И не факт, что его полили перед этим и во время его жизни. Нет, у нас каждое растение, оно сажается у нас с помощью МКУ благоустройства, которые отслеживают, чтобы была посадка вместе с какими-либо удобрениями. Своевременный полив, как вы говорите, привязка его горизонтально-вертикально. И потом кронирование его при необходимости. Очень часто обращаются лесники, которые готовы предоставить со своих вырубок подросшие лиственные, хвойные деревья. Вот эти деревья как-то используются? Значит, на бюджетные средства эти деревья не используются, потому что есть опасность того, что они могут завести какие-нибудь вредители, и тем самым мы погубим более такие молодые деревья, которые были посажены раньше. Поэтому на бюджетных нет. А вот на внебюджетных, здесь вот на те акции, которые подконтрольны, здесь, конечно же, как бы все у нас идет с учетом того, что это здоровье, молодые, хорошие деревья. Но есть же еще и другие различные фонды, которые занимаются посадкой. Они вот менее подконтрольны. У нас возникает даже погруженный вопрос о том, что где выделить землю вот этим различным фондам, которые присоединяются в посадке. Спасибо, спасибо большое. Михаил Борисов, ПЕРМ, региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда». Прервится на полторы минуты, а после этого сможем обсудить все, что мы услышали сейчас в эфире. Партнер программы – компания «Куприд». Программа «Урбан» продолжается. Дарья Топузлива, Светлана Заньков в студии. Наши гости – Любовь Кондакова, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования в ВИАДГУ и Андрей Ашихмин, директор дирекции «Зеленого хозяйства» города Кирова. Мы только что до перерыва общались с Михаилом Борисовым из ПЕРМИ. Это региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае. Он очень много интересного рассказал. 15 тысяч деревьев в год они высаживают. Половина за бюджетные... Ну, не половина, скорее всего, большая часть из внебюджетных источников идет. Но меня поразило, на самом деле, количество. 15 тысяч ежегодно у нас вообще в городе. Какие цифры? Сколько мы деревьев высаживаем? Андрей Сергеевич. Ну, если брать 17-й год, мы высадили порядка 300 деревьев. В этом году у нас цифра была запланирована такая же. Но в результате экономии по торгам мы еще докупим порядка 100 деревьев. И в конечном итоге у нас получится где-то 400-450 деревьев. И плюс столько устарников еще было запланировано. Да-да-да, это мы тоже выполним. И смотрю, что 2 миллиона 300 тысяч на посадку деревьев было запланировано. Мы посчитали с Дашей легко разделить 2 миллиона 300 на 400 деревьев. Это примерно стоимость одного саженца 5 750 рублей. Правильно ли мы все? 5 750 рублей. Ну, сейчас сэкономлено-то, значит, уменьшилась стоимость саженца. А вот эта вот сумма, она о чем говорит? То есть она не только ведь, наверное, на закупку самого саженца идет, тут и посадка учитывается, что-то еще? Конечно, и поставка, и посадка. Где мы закупаем наши саженцы? Сохранились ли у нас питомники в Кировской области? Потому что вот не успела я поговорить с Михаилом Александровичем. Надо будет с ним еще предварительно тоже созвониться. Может, во втором часе договорим. Он говорит, что в Пермском крае очень много питомников. В принципе, у нас есть питомники, которые в данный момент обслуживают частные организации. У нас получается, каким образом происходит данное мероприятие. Согласно 44-го федерального закона мы объявляем торги. И уже непосредственно в рамках аукциона могут принять участие любые поставщики. Да, они какие любые? Они должны быть сертифицированы, лицензированы? Требования к ним есть? И какой материал, каким качествам он должен соответствовать? Там питомник не прописывается. Там прописывается непосредственно сам материал. То есть существуют определенные критерии по данному виду определенных растений. Вот сейчас у нас какого размера деревья высаживаются? До сантиметра не обязательно. Я просто крупномеров у нас нет. В основном получается, что где-то от метра до полутора метров. И такие вот они, честно говоря, невзрачненькие палочки. Невзрачные, да. Но, тем не менее, им проще в молодом возрасте привиться и в дальнейшем развиваться. А еще такой момент. Ведется какой-то учет деревьев? Вот, грубо говоря, 400-300 мы посадили. Не все же выживают. Ты сейчас говоришь о том, что Михаил Александрович Борисов сказал, да, что, во-первых, все деревья ставятся на учет, да. Во-вторых, 12-месячный гарантийный срок и замена. Если что-то там повреждено, да, или что-то не прижилось, у нас такие вещи есть? Значит, все деревья, которые мы садили в 2017 году, мы их все осмотрели. Да, есть действительно деревья, которые не прижились, поэтому они будут заменены. По гарантинным обязательствам? По гарантинным обязательствам. Есть все-таки гарантинные обязательства. То, что ведется ли учет деревьев, мы в этом году начинаем данную работу. Вот как раз Любовь Константиновна с ВУЗом договорились о том, что начнем сейчас с парков, потому что эта работа достаточно сложная, достаточно продолжительная по времени. Поэтому вот начнем с парка Кирова, а там посмотрим. А можно поподробнее, что это за работа? То есть это вот прям все деревья будете ставить на учет? Любовь Лизмиром, пожалуйста. Знаете, мониторинг зеленых насыщений у нас в городе Кирове был начат еще в 1997 году. И тогда мониторинг провели, лаборатория биомониторинга у нас сейчас Вятский государственный университет, а тогда еще был наш Вятский государственный гуманитарный университет и Институт биологии Коми-научного центра. Сейчас Коми-научный центр, тоже реорганизация. Заведующая лабораторией, это Тамара Яковлевна Ашифмина. Мы знаем ее прекрасно. И работами этими руководил, значит, по все сотрудники лаборатории. И геоинформационная программа была разработана Григорием Яковлевичем Кантором. Эта работа, конечно, трудоемкая, но она очень интересная и дает очень большую информацию. Во-первых, значит, был создан план данного участка. Он был разбит на отдельные участки. И на каждом участке проводились исследования практические. Каждое дерево, которое там растет. Каждое дерево. Его состояние, возраст. Возраст, пород. Ну, возраст определить по внешнему виду сложно. Нужно специально, если, например, прибор брать, пробу и считать погодичным кольцем. Мы это не делали, но диаметр ствола на уровне 1,3 метра, чтобы примерно прикинуть возраст породы, обязательно учитывалось. И состояние. Состояние оценивали согласно требованиям, которые были по зеленым насаждениям. Хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. Любовь Владимировна, большая территория была объята, охвачена этими исследованиями? Четыре парка. Значит, парк Кирова был проведен мониторинг, парк Гагарина, Александровский сад и парк Железнодорожников. В 1997 году прошло уже с тех пор 20 лет. Мониторинг не повторялся после этого. Мы говорили об этом здесь неоднократно в студии, когда была поставлена задача как раз партийным проектом «Единой России» о зеленых зонах и о мониторинге. И тогда планировалось мониторинг провести, но когда поняли, сколько средств необходимо для того, чтобы мониторить все деревья, естественно, обнаружили, что этих денег нет. А сколько средств? Ну, там каких-то даже безумных просто деньгах шла речь, потому что и огромное количество людей должно быть задействовано, и очень подробная должна была быть карта составлена. И там же должны были быть деревья сразу учтены, которые на снос, которые там сейчас существуют. Но эту работу, самое-то главное, за два года, не то, что ее задвинули в темный ящик, а об этом все время говорилось, что необходимо все равно к этому прийти. Потому что каждое дерево в городе должно быть на учете, чтобы не было того, что у нас сейчас происходит, когда управляющие компании едут, расчищают снег, поранили, дерево заболело, его снесли, чтобы каждое дерево было на учете. И сейчас, я так понимаю, пока что в рамках такого научного больше сотрудничества с ВУЗом заключен договор, чтобы начать эту работу. Правильно? Да. И главное, что это уникальная программа, которая была составлена геоинформационной технологией, когда каждое дерево заносится в данную программу. И по данной программе можно определить порода, возраст, экологическое состояние и деревья, которые, например, хорошие, здоровые, зеленым цветом, там они обозначали, желтым, это те, которые имеют удовлетворительное состояние и неудовлетворительное, красное. Имея такую карту, имея такой план, можно сразу знать, какие деревья нужно заменять, какие нуждаются. И планировать, в том числе, и бюджет, и анализировать экологическое состояние района. Кроме того, породный состав можно посмотреть, и какие больше породы более подходящими являются. Что выживает у нас, что хорошо растет. А вот сейчас в какой территории, вы говорите, начнете работу снова? Мы сейчас, мы начинаем работать с парком Кирова. Но это, на это все-таки выделяются муниципальные какие-то средства или нет пока? Пока денежных средств не выделяется, но мы договорились, что какая помощь понадобится от нас, то мы эту помощь будем посильно оказывать в УЗУ. И еще хотелось бы добавить то, что вот вся посадка, которая у нас запланирована на 2018 год, она ведется в рамках определенных проектов. То есть специалисты у нас делают специальный дендропроект, где определяется место допустимой посадки. Потому что еще хочу сказать, что город Киров очень сильно у нас пронизан всеми вот этими сетями коммуникационными. Не везде у нас получается осуществить посадку зеленых насаждений, поэтому вот приходится как-то выкручиваться, как-то смотреть. Но, соответственно, мы в любом случае как бы разрабатываем сначала определенный проект, согласовываем его со всеми коммунальными службами, с администрацией. И уже после этого мы начинаем процедуру высадки. У нас во втором части будет архитектор из Оренбурга на связи. Вот как раз там про коммуникации можно будет поговорить. Это действительно большая проблема о наследии советских времен, когда буквально все у нас пронизано коммуникацией. И тут как раз проблема с посадкой крупномеров, потому что сложно выбрать место, куда посадить это дерево, чтобы потом не пришлось его снести, потому что вот раскопки какие-то. А тем временем у нас на второе место в голосовании вырываются цветущие кустарники, товарищи. После просто лиственных крупномеров цветущие кустарники вырываются на второе место. Сирень, шиповник и жасмин. На свое место рвется Ольга Болезина уже. Новости у нас, тематические программы и реклама. И мы вернемся в том же составе после 12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова